Это хватает для того, чтобы мужчина развивался как мужчина, как физически, так и психически. То есть на психическую сферу тоже гормоны половые тоже оказывают воздействие. Поскольку, ну, понятно, что у мужчины свой характер, немножко свои взгляды на жизнь. У мужчины, то есть у женщины тоже свой характер, свои взгляды на жизнь, свои ценности. И отчасти это формируется и за счет соответствующего гормонального фона. Так что, а что получается при употреблении пива? Получается, что и мужчины, и женщины, если они пьют пиво, они получают определенные дозы фитоэстрогена. Какие это дозы? Вот здесь этот вопрос достаточно сложный. Почему? Оказывается, что в пиве только 10% гормона содержится в активной форме. А 90% гормона, вот в распечатке это нарисовано, содержится в неактивной, в латентной форме. И от деятельности микрофлора кишечника организма зависит то, вот эти 90% они перейдут в активную форму или не перейдут. Это зависит от состава микрофлора тонкого кишечника. Исследования показали, что примерно 30% европейцев имеют в своей микрофлоре те бактерии, которые переводят гормон из неактивной формы в активную. И тогда получается, что у этих 30% на них воздействие фитоэстрогена хмеля в 10 раз сильнее, чем у других 70% населения. Но, конечно, предсказать заранее, кто какую дозу получит, невозможно. Это только нужно анализы проводить, анализы микрофлора. Но это, конечно, никто так специально проводить не будет. Но для тех людей, у которых микрофлора активная в данном отношении, они могут получать где-то дозу в районе 0,2 мг эстрадиола в сутки, если они выпивают 1 литр пива. Вот вы можете сравнить. 0,2 мг эстрадиола в сутки они получают из литра пива. А у женщины вырабатывается от 0,3 до 0,7 мг эстрадиола в сутки. То есть доза, конечно, очень велика, если у вас присутствуют те активные бактерии, которые переводят гормон в активную форму. Ну так и к чему же это приводит? Скажем, если пиво употребляет мужчина. У него получается гормональная равновесие смещается, и женского гормона становится больше, а мужского гормона становится в то же время немножко меньше, потому что пиво еще тормозит выработку тестостерона где-то на 7-10%. То есть тестостерона у него становится, скажем, на 10% меньше, а эстрогена, эстрадиола существенно больше. Ну и вам, как медикам, должно быть понятно, к чему это ведет. Это ведет как раз к той самой феминизации мужчин, с которой мы начали. То есть и объясняется вот тот эффект, который был давно уже известен в наркологии, феминизация мужчин под действием употребления алкогольных изделий. Особенно, значит, в этом плане активно именно пиво. Феминизация внешне в чем она выражается? Это вы тоже можете видеть вокруг, вас, наверное, это не удивит. Те, кто пьют пиво, очень его уважают, любят, если мужчина. У них меняется фигура, разрастаются грудные железы, уширяется таз, то есть такая фигура становится немножко женоподобной. Изменяется голос со временем. И психическая составляющая, и характер тоже меняется. Я не говорю, что он меняет сторону женского, но он скорее становится более, ну, не столь активным, как это принято у мужчин, и несколько истеричный такой характер. То есть он не то чтобы женский, но какой-то не мужской и не вполне нормальный. Там вот в распечатке еще отмечено, ну, так вот коротко, два эффекта, которые нужно бы отметить. Это так называемая болезнь или как такой эффект. Появление, так сказать, эффекта, связанное с изменением сердечной ткани. И у любителей пива, скажем, в Германии было отмечено, что у них появляется так называемое баварское сердце. Что такое баварское сердце? Баварское сердце, оно раза в полтора больше, чем у нормального человека. Ткань его более слабая, более рыхлая. И снаружи оно покрыто слоем жира, достаточно большим. С чем это связано? Это связано с тем, что в пиве содержится много воды. Если человек очень много пива пьет, получается, что эта вода сначала попадает в кровь, кровь разжижается, и количество крови увеличивается временно, пока излишняя влага не удаляется из организма. Нагрузка на сердце в этот период существенно возрастает. И оно, так же, как если желудок, если очень много есть, ест человек, пищи, то желудок, он постепенно раздувается, становится больше. Так же и сердце. Если оно постоянно должно прокачивать излишнюю жидкость через себя, то оно постепенно тоже увеличивается в размерах. Ну, а ткань, естественно, за счет этого становится слабее. Алкоголь очень плохо действует на сердечную мышцу, на микрокапилляры, которые снабжают сердечную мышцу кровью и, соответственно, кислородом. Поэтому происходит частичная атрофия сердечной мышцы. К чему это приводит? Ну, это приводит в итоге к инфаркту, потому что мышцу уже не выдерживает и легко может порваться в какой-то критический момент. Ну, посмотрите, как даже реклама по телевидению устроена. Рекламируют и пиво, и одновременно препараты для увеличения мужской потенции. То есть сразу рекламируют и яд, так сказать, и противоядие. Поскольку пиво приводит к половому бессилию у мужчин, то сразу, так сказать, а вот вам лекарство, если у вас возникли проблемы в результате употребления пива, то вот, значит, вам поможет или Виагра, или там еще какие-то препараты. То есть вот такое воздействие пива на организм мужчины. Причем вы, наверное, в жизни это можете видеть, что действительно любители пива мужчины, у них постепенно изменяется и характер, и голос, и, скажем, растительность лица тоже уже растет не так хорошо, как и раньше, потому что это мужской гормон для этого нужен. Вот, и фигура у них изменяется. И опять-таки вот бесплодие. Сейчас вот очень сложная ситуация в России. Естественно, где-то от 15 до 20 пар бесплодны. С чем это связано? Я не говорю, что это связано только с употреблением пива, но это, конечно, тоже оказывает очень существенную роль. А как, значит, употребление пива сказывается на организме женщины? Казалось бы, ну, женщина-то чего? Сколько у него свой есть гормон, женский эстрадиол, и этот фитоэстроген, вроде как, он ей не помешает, а родной гормон ничего плохого не будет. Тем более, в каких-то книжонках, в том числе и полумедицинского характера таких, можно встретить рекомендации, что да, пиво надо употреблять все, в том числе и женщинам, и кормящим матерям, и во время беременности, и после. Вот такие очень странные рекомендации, которые непонятно откуда идут. Но как же воздействует вот этот сильный фитоэстроген на организм женщины? Естественно, он воздействует так же, как женский половой гормон, но организм женщины на это не рассчитан. Он рассчитан в основном на собственные силы. И в отличие от мужчин, у которых и вчера, и сегодня, и завтра уровень тестостерона и других гормонов, он практически не меняется, он стабилен. У женщины все гораздо сложнее. У нее в течение месяца гормональный фон очень сильно меняется. То одни гормоны выделяются половой, то другие, то больше эстрадиола, то меньше. И вторгаться вот в эту достаточно сложную систему гормонального равновесия женщины, это было бы очень нежелательно для ее здоровья. Если же она так или иначе получает дозы гормонально активных веществ, то эффект может быть очень плачевным. К чему приводит? Ну вот как в этой распечатке вот у вас сказано, это приводит к гиперактивности, гиперактивации органов, отвечающих за зачатие ребенка, за протекание беременности. Это разрастание эпителия во влагалище, в матке, увеличение веса матки. Излишний секрет выделяется в фаллопиевых трубах, в матке это то же самое. То есть как бы получается ситуация такая, что организм женщины очень активно готовится к беременности, раз он получает большую дозу женского гормона, то есть вроде как это должно восприниматься, как скоро должна быть беременность. И идет подготовка именно к этому процессу. Однако, поскольку доза очень большая, и организм на это не рассчитан, то здесь уже женский организм переходит за ту грань, которая считается нормой. И уже идет так называемая пролиферация клеток, что может в итоге привести и к онтологическим заболеваниям. То есть если мы слишком сильно активируем организм,